Пятнадцатая глава Деяния апостолов завершается образованием двух новых миссионерских команд. Варнава берет с собой Иоанна Марка и отправляется на Кипр. Он отправляется по тому же пути, по которому они уже проходили с Павлом и Иоанном Марком в первый миссионерский поход. Итак, две трети от первой команды становятся отдельной командой. Павел также отправляется в путь, но не один. Помните, Силу отправили из Иерусалима в Антиохию, чтобы доставить письмо Иерусалимского совета? Сила остается в Антиохии. Он проповедует и учит в Антиохии. Когда Павел и Варнава разделяются и отправляются в разные стороны, Иоанн Марк отправляется с Варнавой, а Сила с Павлом. Это новая команда. Святой Дух вдохновляет Луку писать теперь о Павле, но не о Варнаве и не об Иоанне Марке. Значит ли это, что они ничего важного больше не сделали? Значит ли это, что у них неинтересная история? Значит ли это, что они Бога не слушались? Нет, ничего подобного этого не значит. Но по какой-то причине Бог решил, что именно Павел станет образцом верной жизни, образцом богослова и миссионера. Вы знаете, что у учеников было 12. Один из них повесился. Но насколько часто вы слышите о других учениках? Практически ни о ком из них, кроме Якова, убитого, Иоанна и Петра, ничего не слышно. А что вы узнаете, например, о Филиппе, о Варфоломее? Что известно, например, о еще одном Якове, о Беуде, который не Искариот? У всех у них было важное существенное служение. Насколько можно себе представить, Фома принес Евангелие даже в Индию. Существует традиция, предание о том, что индийское христианство зародил именно он, и местные люди его замучили. Он принял мученическую смерть. Фома принял мученическую смерть за Евангелие. Но Священное Писание об этом не говорит. Когда речь идет о втором миссионерском походе, мы не имеем в виду второй поход Варнавы. Мы имеем в виду второй поход Павла с новым его спутником, которого зовут Сила. В нашем изучении до сих пор я сказал вам о том, что самая важная глава Деяния Апостолов — это вторая глава. Я сказал также о том, что эта глава говорит о схождении Святого Духа на верующих в День Пятидесятницы. Некоторые говорят, что эта глава говорит об основании Церкви. Другие возводят Церковь даже ко времени Авраама. У христиан нет единой позиции по поводу того, когда зародилась Церковь. Но уж точно начинается новый этап в жизни Церкви — этап Святого Духа, этап Нового Завета. Этот этап начинается как раз в День Пятидесятницы. Поэтому вторая глава Деяния Апостолов имеет огромное значение. Это, пожалуй, самая важная глава в Деяниях Апостолов. Вторая по важности — это девятая глава Деяния Апостолов. Это покаяние Савла и Старса. Чрезвычайно важные стихи, чрезвычайно важный рассказ, повествование о том, как покаялся Апостол Павел и на какое влияние имело это покаяние на будущее христианства. Я бы сказал, и это мое мнение, даже если никто больше об этом не пишет и не говорит. Я бы сказал, что самая насыщенная духовными уроками глава — это шестнадцатая глава. Я бы никак не хотел опустить эту главу. Если бы этой главы не было, мне было бы очень тяжело духовно. Эта глава дает мне духовное ободрение. Это шестнадцатая глава Деяния Апостолов. Мы более подробно будем говорить о шестнадцатой главе, чем мы говорили о других некоторых главах. Потому что в одиннадцатой главе, например, только краткий пересказ того, что было в десятой, и поэтому мы о ней поговорили очень быстро, очень коротко. А теперь шестнадцатая глава. Чем же она столь важна? Она столь важна, потому что перед нами второй миссионерский поход. Теперь отправляются в него Павел и Сила. Она важна также потому, что перед нами основание церкви в Европе. Дело вот в чем. Павел ведь хотел посетить те же, уже посещенные места, те же места, по которым он ходил в первом миссионерском походе. Он хотел отправиться на азиатскую сторону Средиземного моря. Но то, что произошло в шестнадцатой главе Деяния Апостолов, во-первых, он пошел не с той компанией, с которой собирался. Он думал, что пойдет с Ванавы. Нет. Во-вторых, он думал, что пойдет только в Малую Азию. Нет, ничего подобного. Он пошел дальше. Шестнадцатая глава Деяния столь важна, потому что перед нами основание церкви в Европе. История драматически коренным образом изменилась в шестнадцатой главе, когда апостолы принесли Евангелие в Европу. Повествование начинается, когда в первом стихе они сначала возвращаются в Малую Азию, действительно, в те места, в которых они уже бывали. Они даже снова возвращаются в Листру. Вы помните, что было в Листре в четырнадцатой главе? В тот самый город, где Павел исцелил Хромово от рождения. То самое место, где Павел и Варнави попытались принести жертву как богам, а потом попытались их убить. И даже думали, что убили Павла. Его забросали камнями. Итак, Павел возвращается в Листру. Даже тогда он вернулся в Листру, придя в себя после побиения камнями. Значит, получается, что сейчас он возвращается в Листру уже третий раз. Он возвращается в то место, где его избили, где его ненавидят, где его чуть не убили. Он возвращается в тот город, где из служения, как кажется, ничего не получилось. Что же перед нами в шестнадцатой главе? Он снова возвращается в это место. Вы можете в это поверить вообще? Он возвращается туда, где, как кажется, потерпел крах. И знаете что? Он узнает, что служение там все-таки состоялось, получилось. Я не знаю, каким образом покаялся вот этот человек, который описывается здесь. Через проповедь апостола Павла или нет. Я не знаю, заметил ли его в первый раз, в первое посещение, в второе посещение, или в третье посещение, этот человек, о котором идет речь здесь. Я не знаю, видел ли этот человек, как Павел исцелил хромого от рождения. Я не знаю, видел ли этот человек, как Павла побивали камнями. Я не знаю, видел ли этот человек, как Павел срывал с себя одежду, раздирал одежду и говорил, перестаньте это делать. Я только человек, не поклоняйтесь мне. Я знаю только одно. Этот молодой человек в какой-то момент сказал, я хочу быть служителем. Я хочу быть миссионером. Я тоже хочу путешествовать и рассказывать благую весть. Как звали этого человека? Тимофей. Тимофей. Казалось, что служение пришло к полному краху. Казалось, что вообще ничего не получилось. Но это было не так. Получилось. Бог трудился здесь. Бог совершал свой труд в сердце человека по имени Тимофей, в сердце, к которому обращены две книги, апостола Павла, но в Новом Завете. Сердце человека, о котором апостол Павел в послании филиппийцам, третья глава скажет, нет другого христианина, как он. Не видел и никогда не встречал такого хорошего человека. Я посылаю вам своего лучшего. Человека, который стал пастором эфесской церкви. Тимофея. Итак, перед нами Сила, который заменил Варнаву, и Тимофей, который заменил собой Иоанна Марка. Третий стих. Его пожелал Павел взять с собой, то есть Тимофея. Мать Тимофея была благочестивой женщиной, женщиной из Иудеи в по имени Евника. Бабушка его была также благочестивой Иудейкой. Отец его был язычником. Мы читаем дальше. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения. Какие определения? Ну, определения, постановленные апостолами на Иерусалимском совете. В пятом стихе мы читаем. «И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Смотрите, что начинает происходить в шестом стихе. Очень важная вещь. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, это были римские провинции. В римской провинции, в Асии. Кстати, Асия в Новом Завете не соответствует современному континенту Азии, к которому относятся и Сибирь, и Индия, и Китай, и некоторые районы России. Нет, Асия означало там несколько другое. В первом веке Асии называлась римская провинция Асия, Малая Азия, то, что сегодня называется Турцией. Но там они были в первом миссионерском путешествии. Теперь хотели пойти туда во втором миссионерском путешествии и посетить другие места Малой Асии. Мы об этом читаем в седьмом стихе. «Дойдя до Мессии, предпринимали идти в Вифинию». Дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Трааду. И в этих местах они оставаться тоже не могли. Кстати, в шестом стихе мы узнаем о том, что Дух Святой запретил им пропагандовать слово в Асии. Они не могли во втором миссионерском походе нести то же служение, какое у них было в первом походе. Они приходили в те же места, но служение изменилось. Что-то им препятствовало. Что-то им мешало. Что-то делало это невозможным. И Лука, которая пишет эту историю в Деяниях 16 глава, объясняет. Бог им препятствовал. Бог останавливал их. Дух Святой препятствовал им возвещать Евангелие в этих городах. Дух Иисуса Христа не давал им нести это служение. По-английски есть такая пословица. Не знаю, есть ли она по-русски. Когда Бог закрывает дверь, Он открывает окно. Многие люди пытаются нести какое-то служение для Бога в определенном месте, определенным способом. Потом у них ничего не получается. И они говорят, «Все, тогда ничего не буду делать для Бога. Я уже пытался поступить вот так, ничего не получилось. Все, ухожу». Апостолы поступали иначе. Павел не собирает вещички, не возвращается в Эльтиохию. И не говорит, «Слушайте, ребят, я вообще старался, я сделал все, что мог, так что ничего не получилось, поэтому я возвращаюсь домой». Нет. Он понимает, что если Бог не хочет от нас вот такого служения, значит, Он хочет от нас чего-то еще. Если Он не хочет, чтобы мы служили так, мы будем служить иначе. Если не здесь, то в другом месте. Седьмой стих, говоря, «Они предпринимали идти». Предпринимали идти, то есть пытались сделать, что-то для Бога. В Послании к Ефесянаме есть стих 5 глава, 10 стих. Ефесянам 5.10. Мы часто говорим о Божьей воле, о том, как определить Божью волю, чего Бог хочет от нас, к чему Бог нас призывает. Но в Послании к Ефесянам 5.10 Павел говорит очень просто. «Я пытаюсь понять, что угодно или что благоугодно Богу». Очень просто. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Павел, ты что делаешь? «Да я испытываю, что благоугодно Богу». Ничего нет такого мистического, ничего сложного. Просто надо испытывать, надо стараться, надо пытаться, надо обращать внимание. Стучаться в одну дверь, если не открывают, тогда в другую, пока не поймем, чего хочет Бог. И в тот самый момент Павлу дается видение. Он видит человека, который обращается к нему из Европы, через Средиземное море, и взывает, «Приди, помоги нам». Мы называем это видение македонским призывом. Помните, ведь из Македонии происходил Филипп и Александр Македонский, великие завоеватели, которые распространили эллинистическую культуру по всему миру того времени. На минутку здесь остановимся. Я бы хотел поговорить на одну практическую тему. Как определить, чего хочет от вас Бог? Как узнать, к чему вас Бог призывает? Что делать? Но, во-первых, точните с предположения, что Бог от вас чего-то хочет. Если Он у вас ничего не хочет, так зачем вообще Он на землю тогда вас поселил? Есть вещи, которые на земле мы можем делать, а в небесах не можем. Ну, например, в небесах некому благовествовать. В небесах у нас не будет возможности приводить людей к покаянию. В небесах мы всю вечность с неверующими не поговорим, потому что неверующих в небесах не будет, потому что в небесах все знают об Иисусе Христе. Тогда вопрос. Зачем Бог дает вам жизнь? Зачем Бог оставляет нас здесь? Может быть, это не случайно, может быть, потому, что здесь мы можем заниматься тем, чем в небесах не займешься. После смерти не займешься. Апостол Павел пытается служить Богу, но ничего не выходит. Снова пытается. И снова не выходит. Смотрите, сколько всего не вышло. Он пытался отправиться в путь с Варнавой, и не получилось. Он пытался нести служение в Малой Асии, и не получилось. Он пытался свидетельствовать о Фриге и Галате, но не получилось. В Вифинии тоже не получилось. Но он не бросает. Он трудится дальше. Мы хотим увидеть финальный, конечный результат. Богу же важен процесс. Процесс, которым мы уповаем на Него, и постепенно понимаем, чего Он хочет от нас. Я уже задавал этот вопрос. Как узнать, чего хочет от нас Бог? Отвечу на Него. Начните с того, чтобы хоть что-то делать для Бога. Делать для Бога то, что вы можете. В Деяниях апостолов, 9 глава, Петр рассказал Инею о том, что Бог, что Христос совершил для него, и потом исцелил его Инея. Можем ли мы людей исцелять? Если можете исцелять людей, исцеляйте. Если нет, то рассказывайте им о том, что Христос для них сделал. Потом он приходит к постели серной. Петр приходит к постели серной, он преклоняет колени, он воскрешает серну и тавифу из мертвых. Вы можете воскрешать мертвых? Если да, идите и воскрешайте. Если нет, делайте то, что можете делать. Вставайте на колени и молите Бога о невозможном. Молите Бога о невозможном. Мы сами не способны сделать невозможное, совершить невозможное, но мы можем попросить Бога, молить Бога о невозможном. Так поступает Так поступает и Петр. Павел пытается сделать что-то для Господа, но ничего не получается. Однако Павел неустанно старается, все больше старается. Затем он получил видение, он получил призвание. Он получил сверхъестественное призвание, сверхъестественное видение. Может ли Бог нас так призвать? Конечно, может. Сколь велика вероятность того, что это будет с вами в будущем. В принципе, может такое быть, может случиться. Но со мной никогда такого не бывало. Ожидаю ли я, что со мной такое случится? Нет, не ожидаю. Если бы сказал, что ожидаю, я был бы лжецом. Я, конечно, понимаю, что это возможно. Я, конечно, понимаю, что Бог это может сделать. Я понимаю, что Бог это готов сделать. Просто я говорю, что я ничего подобного не ожидаю. Но вот это один из способов Божьего призвания. Через видение, через сон, через ангела. Бог вполне может в вашей жизни сделать что-то подобное. Может. Сделает или нет, не знаю. Может быть, не очень верю, что он так поступит. Но может. Если Бог так призвал Павла, то может призвать так вас. И вас тоже. Со мной ничего подобного не было. С вами может тоже не быть. Но как тогда еще? Как еще Бог нас призывает? Я думаю, Он призывает нас через внутреннее побуждение. Когда мы понимаем, что не можем чего-то не делать. Не можем этого не делать. Или когда мы что-то делаем, потому что ничего другого делать мы не можем. Я в 1992 году переехал в Москву. Почему? Потому что Бог побудил меня переехать в Москву. Я проехал по Москве недавно в воскресенье. Я был в восторге от того, насколько красивее стала Москва сейчас, в 2011 году, чем была она в 1992 году. В 1992 году единственное красивое место Москвы было Красная площадь. Красная площадь была по-настоящему красива, особенно по вечерам. И вот в этом уже году, в 2011 году, я ехал по Москве в воскресенье и увидел красивейший город. Но тогда, в 1992 году, я переехал в Москву. До этого я жил в одном из самых красивых городов в мире. В Мюнхене, в Баварии, недалеко от Альпийских гор. Замечательный, великолепный, прекрасный город. И переехал в Москву. Почему? Потому что сопротивляться Богу я не мог. Потому что Бог побудил меня переехать в Москву. Потому что Бог сделал для меня важным этот переезд в Москву. То же самое произошло со мной в 2003 году, когда я переехал из Мемфиса в Будапешт. Бог побуждал меня. Говорит ли об этом Библия? Конечно, говорит. Апостол Павел говорит об этом в Первом послании к Коринфинам, 9 глава. Почему Павел был проповедником? Но проповедником, потому что Бог побуждал его проповедовать. Потому что Бог положил ему это на сердце. Потому что не мог Павел сопротивляться Божьему призванию. Павел говорит Коринфинам, что вам благодарить меня за то, что я проповедую Евангелие? «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». Знаете, что за слово русское? «Обязанность». Именно здесь появляется это слово. «Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Что значит «горе мне». Горе — это противоположность благословения, проклятие. Проклятие мне, если я не благовествую. Это ужасно. Я должен проповедовать Евангелие. У меня нет выбора. Я обязан проповедовать Евангелие. Вот это Божье побуждение, это обязанность. Иногда мы поступаем так, потому что никак иначе поступить просто не можем. Иногда Бог призывает нас, обращаясь к нам через Священное Писание. Мы видим стих. Может быть, стих этот выдернут из контекста. Может быть, стих этот не говорит о нашей ситуации. Однако стих этот буквально западает в нашу душу. Мы думаем об этом и боремся об этом, и не можем отпустить. И мы говорим... Я понимаю, что меня и в живых не было, когда этот стих был написан. И очевидно, что стих этот написан изначально не для меня, и не для того случая, не для той проблемы, которую я могу и пытаюсь решить. Но этот стих говорит ко мне. Я думаю, что Бог обращается ко мне через Свое Слово через Священное Писание. Я думаю, что через этот стих Бог показывает мне, как мне поступать. Еще один способ призвания от Бога – это через медленное, постепенное подтверждение. Постепенное подтверждение. Мы идем в определенном направлении и видим все больше и больше света. Допустим, вы попали в ДТП, вы потеряли сознание, потом вы приходите в себя, и вы видите, что либо закат, либо рассвет, либо уже поздний вечер, либо раннее утро. Вы не можете сообразить, потому что вы не знаете, вы не знаете, сколько пролежали без сознания. Вы видите зарю, но это либо вечерняя заря, то есть сумерки, либо настоящая утренняя заря. Как понять? Как определить? Но можно у кого-то спросить, что сейчас, утро или вечер? Или можно немного подождать. Если станет светлее, значит утро. Если станет темнее, значит вечер. Все очень и очень просто. Надо просто подождать. Как же понять, что Бог призывает вас? Как же понять, на правильном ли вы пути? Так же, очень просто. Если вы идете по определенному пути, и у вас все больше света, все больше подтверждения от Бога, тогда, значит, вы идете в правильном направлении. Если вы идете по пути, и Бог все дальше от вас, и света все меньше, и подтверждения все меньше, значит, и идете вы не в ту сторону. Значит, я должен повернуться, идти в обратную сторону, в противоположную сторону. Стих на эту тему, притча 4, 18. «Стизя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня, светлеет более и более». Бог может открывать свою волю тремя ста или четырьмя ста различными способами. Но вот что нужно запомнить. Бог в ответе за то, чтобы открыть вам свою волю, показать вам, чего Он хочет от вас. Не нужно никаких ухищрений, волшебных слов, чтобы это узнать. Если хочешь исполнять Божью волю, ты ее узнаешь. Если хочешь, ты ее точно узнаешь. Если не хочешь исполнять, то, может быть, и не узнаешь никогда. Но Божье дело — открыть вам волю Божию. Ваше дело — повиноваться, слушаться, отвечать на тот свет, который уже получили. Свет, которому мы повинуемся, — это свет рассвета. Если мы не повинуемся, — это свет заката. Что это значит? Когда Бог открывает нам свет, хотя бы немного. Если вы слушаетесь, вы получите еще больше света. Если не слушаетесь, то зачем вам еще что-то показывать Богу? Вас ждет осуждение. Притча 16.3. «Придай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». В Салмах, либо в 36-м, либо в 16-м, в Салме написано, что «в свете твоем мы видим свет». Слово Божие похоже на фонарик, на светочь. Берешь его и светишь. Чтобы гулять в темноте, идти в темноте, нужен фонарик. Фонарик освещает следующий шаг. Что происходит, когда сделаешь следующий шаг? Фонарик двигается дальше, лучше двигается дальше, показывает еще один шаг. Но не видно на 4-5 шагов вперед. Виден только следующий шаг. Однако, если сделаешь следующий шаг, будет виден еще один, еще один, сотня, тысяча шагов. На это похож и свет Божьей воли. Сделай следующий шаг. Сделаешь следующий шаг, тогда увидишь дальше. А иногда приходится и подождать. Эти апостолы тоже ждали, чего они только не пробовали, и ничего не получалось. С Варнавой ничего не получилось. В Малой Асии ничего не получалось. В тех местах, куда ходили они, ничего не получалось, кроме Листры. А теперь у них новое направление. Теперь они направились на Запад. Есть такое понятие «Запад». Ваша страна в этом плане несколько уникальна, потому что вы часть и Европы, и Азии. Вы восточная часть Запада. Когда-то ваша страна действительно была частью Запада. Потом коммунисты пытались у вас этот Запад украсть. Но ваше наследие — это западное наследие. Люди, которые пишут книги и преподают в университетах, спорят о том, что такое на самом деле Запад, и каков секрет западной жизни. Те, кто не верят Библии, те, кто ненавидят христианство, говорят о том, что Запад — это продукт греческой демократии, результатической греческой демократии и римского права. Что греческая демократия и римское право определили Запад. Люди, которые верят Библии и Священному Писанию, люди, которые с симпатией относятся к христианству, говорят о том, что Запад определяется иудео-христианской традицией. Что именно Евангелие, именно христианство сделало Запад великим. Именно истина Библии. Именно истина, в которую сначала верили иудеи, а потом приняли ее и христиане. Я хочу сказать вот о чем. В Деяниях апостолов, 16 глава, я думаю, что это место настолько важно, и нам важно изучать именно эту главу, потому что это действительно самая существенная глава, не только в Деяниях апостолов, но и во всей литературе. Вот почему все это так. В Деяниях апостолов, 16 глава, перед нами не только рассказ о втором миссионерском походе, не только рассказ о миссионерских трудах Павла, Силы и Тимофея. Нет. Перед нами в 16 главе Деяниях апостолов не меньше, чем история рождения Запада. Вот о чем здесь идет речь. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok